куда говорят пропал куда пропал пишут очень много на ютубе пишут очень много в телеграме кто-то вконтакте кто-то вот давайте вот сейчас мы наверно выйдем пока здесь далеко машины давайте получались тормози браток не бишься красавчик спасибо дружище короче туда пропал куда пропал да куда саня сашка пропала я же говорил ребят я вернусь на эти время объясняю в чем в чем короче многие говорят сайт ну ты хоть расскажи тогда начнем с первого снимая без микрофона друзья микрофоны не могу найти у меня приятная радостная новость я со съемной квартиры переехал свой дом мы в результате переезда были потеряны сапоги термос и микрофон и что-то помог нам еще потерялась ну это там ужины по ее начальству моей части потерялись сапоги короче за ним пишем из микрофонов далее поехали что по информации едем на зим станция спрашивают ребят там чё сань где как куда в общем друзья объясняю строил дом очень мало было времени ребята очень очень мало не хватало на лесовозе там работаешь там или на трали на татри я работал недостаток времени очень медленно двигалась стройка делаю все сам все своими руками никаких наемных рабочих ну и соответственно было принято решение устроиться вахтами методом 15-15 15 действия отработал 15 дней занимаешься дом очень хорошо удобно получилось за четыре месяца ребят я доделал я за четыре месяца сделал столько работы сколько я бы наверное делал бы ее я не знаю может быть год или там полтора я поднапрекся поднажал ну и как видите новый год я уже встречал своем новом доме да все отлично первый этаж сделан почти первый этаж на 90 процентов сделан 80 даже пускай второй этаж процентов там на 50 сделала там на втором это вынесут очень не буду объяснять друзья вообще на втором этаже отклеить обои и уже можем все там плитуса розетки и так далее вот очень многие начали переживать как не вернусь то ребят как не вернусь то обязательно вернусь вот но не так сразу не так быстро у меня тут перерыв был да нужно втягиваться въезжать смотрю пошел отток подписчиков как бы там немного там пускай человек есть и убавилось там ничего страшного как убавились таки добавятся обратно да за это мы не переживаем в общем эта информация была для тех вообще кто меня спрашивал куда пропал где-то там ну то есть вот объяснил рассказал дом достроил теперь можно с механиков ходить обратно за руль времени свободного поменьше ну и заработок соответственно побольше вот при том что с той зарплатой делать я работал с механиком до с той зарплатой немножко начал уходить в минуса пошли просадки по финансам по бюджету семейному вот и чувствую что не хватает и что нужно принимать какие-то мероприятия маленькой машине а едет прям по середине но полоса где идет средняя прям по ней колесом едет это мост как будто густовато во всем надо друзья куда едем на чем едем мы все же наверно поняли да это тот самый 815 мазайчик лесовоз струя чем мы в сторону зимстана не в сторону зимстана на 7 стан грузить будем пока чего не знаю лёха слот скинул в слоте там все написано что грузим куда грузим как грузим вдоль вдоль машины или поперек машины но это юмор из этих на не понял да вот там все написано посмотрим по поздям но пока вот так вот значит какая-то информация еще будет конечно в следующих видеороликах ребят приходить в плане того что что как куда то есть у меня есть еще кое-какие планы то есть это не конечная цель не конечные мои планы давайте не буду забегать вперед чуть дальше вы сами все узнаете ну а тем самым хейтером который мне как обычно вот там перемещик там год отработал там год отработал да тебя-то это как вообще волнует я не понимаю хочу хочу там полгода хочу тут два месяца нравится мне так что там поработал тут разнообразие какое-то да вот начинает там блин плюпаться с линями прыгать вообще насрать ладно ребят все мчимся значит мост проехали с города выезжаем сейчас мы подъезжаем давайте автобус только выпустим не будем его там жать то он выскочил так он видит что я быстро еду как бы прижался сразу вот пускай едет все равно повернет направо через километр вот ну все едем курим говорим погнали добраться чудо скользковато я вам скажу но это здесь скорее всего населенный пункт в общем что-то она машины не тормозит и не разгоняется я даже на восьмой передачи газку даю там да ребят ситуация сейчас такая произошла в общем тут же школу у нас построили да зато не его сейчас нам дети школьницы идут второй-третий класс наверно друзья честно вам скажу я испугался очень сильно потому что начинаешь нажимать на тормоза а у тебя просто прицеп складывает в эти школьницы подошли переходу ну там светофор с кнопкой они в общем нажали кнопочку и светофор начал моргать сразу включился красный я смотрю эти школьницы собираются переходить дорогу хорошо сигналы работают нормально воздушкой им папа папа дело не меня увидели бы я бы остановился да просто меня прицеп начала складывать и скорость у меня невысокая была прицеп у меня начала складывать вот потому что прицеп берет судя по всему лучше чем машина вот и соответственно но вот эти ребятки как раз едут которые должны были блять перед пешеходными нормально там посыпать должно быть посыпано там каток там просто каток вот и начало складывать я им посигналил они меня увидели что я этот ну не успеваю ну хорошо поняли девочки маленькие не побежали но я бы в любом случае до остановился я потому что потом немножко вырулил на середину плюс минус серединку начал брать серединка там такая снежок с песочком вот видите да и она начала тормозить но я чувствую что я уже остановился как бы и вот потом они побежали да да испугался конечно ну ладно главное надо быть очень внимательным не ожидал их увидеть этих девочек то есть они шли все шли вдоль ну то есть я их видел да они шли они подошли к пешеходному нажали кнопку и тут сразу заморгал то есть должна была быть по идее какая-то задержка наверно на светофор но задержки никакой не было ладно все выехали мы с города довольство лома 180 ну и там сколько-то доземстана бракенская стоит там же прямо на земстане даже не знаю сколько там заходить друзья в лес раньше возили там было и далеко заходили там больше ста километров еще в лес надо заезжать было вот сейчас как бы не знаю сейчас давайте доброй герска в любом случае мы доедем узнаем мы посмотрим все эти лесные красоты ну правда темно уже конечно будет потому что уже на улице смергается чем нормально так сверкается вот а темнеет у нас быстро так что скоро уже будет темно уже друзья вот и стемнело дам дорожка скользкая драться скользкая по планам чё хочу-то деляночки и когда я доеду если там будет очередь возьму короче ключик на 12 и пойду ка я наверно подведу машину что-то машина совсем плохо тормозит вот чё включился да вообще него меня час обгоняла мы ему два раза поворотиком показал правым не обгоняет ну ладно не хочет поеду что он решил за все-таки обогнать раз когда встречки идут я ему левом сначала показал он притормозил машину прошли правом показал он меня так ребята лихо обогнал прям как будто я не знаю там на какой-то иномарки флагмане там со всякими там стабилизаторами устойчивости курсовыми и с абсами чё там только нету как будто бы у него просто он уж очень лихо выскочил навстречу очень лихо заскочил в обратно в полосу при том что дорога скользкая я вот что скажу у меня была нива коротыш друзья как их крутит это просто меня я перегнал ее с кирова и в кирове покупал до садыкара гнал своим кодом в районе обьячьего обьячьего господи даниловке ремонт дороги там был какой-то что-то там делали как-то я там тормоз так причем не скользко было нормально было я что-то тормоз чуть-чуть задел меня там как начало вот так вот по всей дороге от обочины к обочине я так тогда испугался хорошо что встречек не было после этого я на не стал ездить очень аккуратно особенно по трассе ну а это конечно вообще что-то я не знаю видать у него какая-то супер супер там резина стоит что а пелька может выскакивать выскакивать но в общем такие дела короткая поэтому и куртит легко даже я не знаю как он зашел полосу я бы даже на своей машине то есть у меня вот на хонду про хонду я говорю она же у меня длинная длинно-базная ну то есть мы все-таки как бы минивэн и блин даже я так наверно полосу не заскакивала бика вот но мы тем временем едем потихонечку ехал же забыл какой канал на земстане то есть пусть полома мы в тормах герчем и поворачиваем там надо переходить на 10 канал а я забыл какой-то наше с ребятам позвонил узнал все подсказали 10 канал все отлично вот так чтобы хорошо было бы по старой доброй традиции забежать под ты бог покушать вкусно там кормят недорого у них там еще перестановка там новая раздача как бы как новая уже полгода точно какой-то ремонтик они нам сделали по уютнее стало поприятнее стало но забегать ребят не будем взял с собой кушать все отлично жена положила мне спасибо тебе большое положила мне там макарошки с котлетами печеньки какие-то тормозок заправил все нормально в общем есть что покушать и плюс на прозапасе у меня лежит суп паек армейский это который вот этот самый максимальный который большой там у них там такие суп пайки ребята я сейчас купил 7 штук по дешевке взял знакомые части работают им выдают и вот он сам их они ему не нужны он их продает ну правда там написано на них не для продажи в этом смысле не для розничной продажи ну а что ему потом с этими суп пайками если он не хочет что ему давиться или выкидывать если продавать нельзя да он так чисто символически берет за них вот и получается то что вскрыл я такой суп паек куда максимальный который да ребят че там только нету в общем там на этом суп пайке двое суток можно жить там три в общем три вида там ну либо там рис какой-нибудь мясом жарко это плохо бывает учетом только нет плюс всякие паштеты варенье господи повидные всякие там пастила вплоть до того что ребят там есть все чай сахар чай сахар плюс это всякие зубочистки даже салфетки жевательная резинка ну в общем нормальный такой суп паек как нибудь наверно следующем видеоролике я открою паек покажу многие конечно знают я покажу что это самое что в нем там существует присутствует так сказать вот но ничего понравилось так что как бы с голову не по прямо ладненько друзья все мчимся дальше где-то мы подъезжаем куда-то уже до сторожевска тут недалеко осталось по идее около 70 километров уже от города прошли а ну что он ануфриевка ануфриевку проходим все ехали дальше в лес будем заезжать уже совсем темно будет под ты бог свет у меня конечно такой да столовая все отлично проехали мило друзья за бортом минус 19 полет проходит в штатном режиме встречка пройдет с вами дальний включен тогда полет проходит штатном режиме все супер все хорошо прямым ходом часто у склама в общем кружит сильно за мной маленькие вообще обгонять не могут приходится каждому показывать потому что вообще ничего не видно я тут было лесовоза догонял одного так иду за ним и получается что даже задних фонарей у него не вижу только спереди что светит у него пары ну примерно понимаю что этот догнал кого-то угол на горизонте проходим склад восток сейчас перевалок нет перевалки ну не знаю куда возит вроде как перевалки но у меня слот прямой без перевалки то есть сразу на город да и склад я как насколько понял уже забит почти весь проезжаешь смотришь бунток много наверно уже забил я кстати абрация на лесовозе то уже 2 резин один-то рейси резал так тут прокатился без видеокамер без ничего у меня там еще была тогда активная фаза переезда а ну в смысле с квартиры на дом и что-то мне как-то не до этого я и уставшие все такое так вот что хотел сказать разъездил много людей повидал много ребят меня узнают я пока там в очереди спал там приехал трактор сломался в очереди меня только трое там узнали нам мешали меня грузил увидел меня грица я тебя горит загружу без очереди горит вот на я приехал на у залез выгружаться там ребята узнают в общем и все было спрашиваю где потерялся игру парни парни терпения чуть-чуть дайте чуть-чуть времени вот да кстати смешание это видел замешание меня грузил на мерсике на белом работает с манипулятором телеграм канале я у себя выкладывал пост кому интересно там приходите посмотрите там есть какие-то мелкие отрывки моей моей жизнедеятельности да ну и соответственно там и пообщаться можно вопрос какой-то задать вот а мы что продолжаем ехать дорожка меня радует я чё думал я думал что чем дальше тем хуже оказалось нет оказалось чем дальше тем также можно спокойненько ехать вообще не напрягаясь ну говорят что вот после самого зимстана там вот есть что-то какие-то места там какие-то плохие повороты с подъемчиками там не разгонишься ничего посмотрим в общем не будем загадывать ничего вперед давайте пока едем в режиме light ничего не напрягает дорожка ну сами видите дорожка вот ее кстати даже видно недавно грейдером прошли да вот я участвуйте по грейдеру еду это от ножа у него осталось дорожка отполированная валиваешь вываливаешь себе вот так вот нормально как 70 как шоу такие иду в принципе а вот и он друзья виновник хорошие отполированной дороги идет полирует я просто не знаю там маленькая где-то едет ну ладно давайте обгоним наверно далеко еще они тут одни маленькие большая то точнее полу большая газон какой-то или что там просто так на всякий случай перебзел да это камазик перебзел немножко чуть-чуть газку подсбавил за ним прижался ну хрен его знает может это какая-то сумасшедшая маленькая которая вваливает на скорости 150 километров в час я могу не успеть сейчас будет получается же поворот на объездную кирчоми друзья сколько я раз его пролетал мимо просто прямо блин что-то едешь едешь знаки стоят поворот и сразу за закреп поворот ты пока по тормозам там все нализано и ты просто туда прямо уезжаешь короче потом задним ходом приходится пятиться секундочку на рацию крикнул пустой на объезда вот видите как знаки да вот до стоят и сразу поворот сразу вот то есть ну по идее там уже должен быть там за какой-то же не населенный пункт а метров 150 300 у нас вот здесь прямо передачная рапа ниже чуть-чуть вот ну чё все потерли по объездной и в обратную сторону то же самое когда вот здесь подъемчик же идет ну когда оттуда едешь нагруженный это спуск бывает так належут что я лес так растолкаешь что тоже куда прямо уезжаешь поэтому аккуратнее надо быть лишь бы не встретиться одному который прямо проезжает и второму который прямо проезжает да ну вот и все подъехали из местам ребята состоят спят ну я тоже наверно если до сюда доеду на обратном пути тоже здесь спать буду давайте наверно за этим не рали соусом встанем да давайте вот так сюда думал чалка встанем здесь мы пойдем сходим на бракевскую бракевская да сходим на бракевскую ну и соответственно мы знаем сколько километров там ехать так ну что сказать друзья поехали тронулись в общем зашел я на бракевскую не сказали в общем не знаю точно сколько километрах но могу предположить около 70 еще на девяносто первом сказали поворачиваем налево едем до сто седьмой до сто седьмого поворачиваем 5 налево там на право вахта будет ну налево там типа развилка первый поворот налево мы проезжаем прямой на втором повороте поворот следующий будет направо написано 90 квартал там будет поворот направо на делянку вот машин сказали немало погрузка будет 1 предполагаю что ну не так все быстро будет потому что сказали что погрузка 1 машин хватает грузить пока будет один трактор до тех пор пока не придут мульты а мульты могут и не прийти как вы поняли смысле слова совсем вообще да ну либо придут и скажут что мы не будем погрузить ладно это у нас значит обе зная звезда на идет там остается по правой стороне вот едем в общем до таблички 91 91 километр она погнали заделом давай спросим у него было спросить что погрузки то далеко я когда гуляю отсюда 50 километров вот так вот этого глядь 91 еще километра все принял всего больше 17 на зимних и там еще километров где-то так все понял, прием, крутой короче, слышали, да? 50, даже больше, короче, больше 70, я думал, что около 70 больше 70 заходить ну ладно, что, мы бывало в лес и не по 70 заходили бывало и по 120 заходили причем там 120, вот далеко не такой дороги, ребят, там дороги были такие, что не подразгонишься совсем нисколько, и скользкие были, и всякие разные вот, а здесь что, до сих пор дорожка меня радует, пока никаких напрягов не ощущаю накатываемся по дорожке, причем она еще даже ребят посыпана, я вот сейчас перед этим поворотом специально немножко так посильнее на тормоз даванул, чтобы понимать как тормозит, бодренько тормозит песочек присутствует че так не работать, да? еще один груженый ну все, погнали попало 70 река Соль узкий-узкий мостик и все и педалируем дальше все, братцы, едем уже по узкой дороге ну а тут местами широкая, как бы разъехаться можно со встречкой но местами она большую часть она узкая очень узкая дорога поэтому приходится на рации да, постоянно короче, до погрузки мне осталось 17 километров сейчас только что сгруженым разошелся сам не понял сколько километров сейчас спросил нормально сказал 17 я одно метро пулил ну, чтобы понимать ну, чтобы если я вдруг пропуклую поворот да чтобы я на одометр посмотрел когда уже будет 19 или 20 я понял, да что я уже проехал мимо ну, вот здесь пока широкая да, здесь здесь разъезжаемся спокойно сейчас там только что узкая такая была очень узкая ну, пока едем ну, давай тоже что-то погрузки надоедем тогда, да надо будет, наверное, чайку попить ну, тоже скажу неплохая то есть, как-то вот вот моя скорость да 50 50 можно ехать ну, начался какой-то серпантин это сейчас такой спецучасток был там вообще поворот на повороте ну, такая узкая дорога и сильно-сильно петляет ну, видать, полотина какая-то и вот поэтому сделана такая дорога чтобы объезжать слишком тупкие места ну, то есть, прямых участков очень мало вот этим и плохо, понимаете, да то есть, мало того, что дорога узкая еще и эти повороты вот вечером, говорил всегда вечером хорошо то есть, фары видно то есть, ну, допустим свой дальний выключаешь и смотришь освещается там небо или нет если освещается, значит ну, понятно, да что где-то близко машина а днем-то нихера не понятно в нем едешь чисто на рации за поворотом вот отсюда выедет вот как вот здесь разъезжаться вот здесь-то еще скажем, ладно а вот на самом повороте это вот и нализано здесь причем нормально так нализано ни хера не тормозит видите, какие повороты поворот прошли за ним сразу еще один вот мы и на делянке в общем, всю дорогу в напряжение ехал груженые идут без остановки дорога узкая разъезжались, разъезжались два подъемчика там есть видно, все перекопано за сегодня там одного даже кого-то видать тормоза не выдержали либо чего назад укатился прицеп кушаря ушел весь подъем перепахан там червей накопали мама не горюй там таким слоем песка все засыпано но мы поднимемся потому что песок слой там уже есть а снег не идет так что нормально все в общем давайте обратно поеду на обратном пути там мельком покажу что да как сюда ехал говорю первый раз дорога незнакомая поэтому все как-то так в общем без всяких видеосъемок потому что это тоже требует концентрации какого-то внимания а дорога узкая с поворотами повороты нализанные встречки идут еще тут путаница произошла я думал мы втроем пустые заходим мы оказывается вдвоем пустые заходим он думает что я спереди иду я думаю что он сзади идет вот в общем там путаница небольшая произошла ну как бы ничего разобрались ладно все я последнего крайнего пустого вижу за ним встаю и буду держаться и буду держаться его там что там на улице шарахается машин судя по всему немного друзья потому что мы аж прям до трактора вот там видно да трактор стоит грузик аж прям до трактора почти доехали так что я не думаю что там слишком много машин максимум может ну там 5 пускай 6 возьмем ну это максимум отлично друзья передо мной всего 3 машины ты не едешь ты передачим паром идешь юрий ну что в общем у нас осина вот осина здесь лежит на развороте не знаю не знаю есть ли там осина в общем что мы сделаем мы сейчас мы сейчас мы сейчас значит развернемся где-то здесь сразу встанем потому что я не знаю есть ли там дальше если там дальше давайте будем разворачиваться потерялся не знаю если там дальше дальше у нас осина здесь я знаю точно есть лучше даже на раз просить барне осина только вот здесь на развороте или там не то дальше еще есть на выходе молчат ладно складываем прицеп подпись на подпись м подпись с Ну вот лежит у нас баланс Асина, где это хвоя, блядь, это вообще хвоя. А, вот у себя. Что, друзья, погрузочка идет, все по плану, грузим, значит, все пачки полные, кроме задней, последней пачки. Не задней, последней, а на машине последней пачки. Короче, второй пачки. Один ряд не загружаем, чтобы сильно не пиналось, потому что дорога у нас тут на выезде немножко такая кривоватая, будет пинать, ну и чтобы не пинало, короче, вот. Машина загружена и обвязана, все нормально. Обвязочки все на месте. Они, правда, есть немножко разной масти, половина тряпичные вот такие. В общем, все нормально. Полвагона леса, да, загрузился, ребят, по полной. Обвязочки накинул, пробежал машину по кругу. Кстати, вот видите, да, торчит-то херовина такая. Не больше полуметра должна торчать. Но здесь полметра нет, так что все нормально. Вот. Ну что, все на месте, колесики целые. Все отлично. Заднюю пачку взял трос вот так вот, немножко по диагонали, потому что чуть-чуть дергает фаркоп, чуть-чуть дергает Сергея. И поэтому, чтобы лес никуда не полз, ну давайте километров сколько-то проедем. Выйдем, протянем, доедем вот как раз до этого, до поворота, до главной дороги. 17 километров, в общем, на выезд. Вот. И, собственно, протянем лес. Ну что, по педалям? Все нормально, меня вот так покачивает. Мягенько так идем. Вот. Около, наверное, друзья, примерно у меня под 55-56 примерно вот так вот леса. И сразу говорю, не путайте, 56 это я вам говорю не геобмером, а чистого леса. Если геобмером мерить, у меня 4 пакета. У меня там ну просто длина, ширина, высота. У меня там что-то около 80, наверное. Вот. Берем коэффициент осины. Я отсюда же не помню. Помню, что где-то что-то около о-о-о-о. Блин, даже сейчас даже примерно вспомнить не могу. 55-60, 63, по-моему. 63 по вам осина. Да. Вот. Березы 56 баланс. Ну, в общем, вот такая вот петрушка. Нормально, мягенько идем, качаемся. Как раз сейчас под растрясем лес. Он подуляжется. Осина в холода. Осина самый сложный лес. Его сложнее всех возить. В плане того, что он любит кататься. Точно так же, в принципе, и береза, фанера. Она ровненькая, без сучков, прямая, не кривая. Она выезжает только в путь. Осина тоже самое. Осина скользкая. У нее кора очень скользкая. И нужно обязательно следить за протяжкой ремней. Потому что на этой же Симстанской дороге я несколько раз терял лес. Два раза я терял несколько бревен. Да. Вот так вот паровозим. Несколько раз я терял пару бревен. груженой зеленьки выхожу. Вот. А один раз я мучился очень много. Меня неправильно загрузили заднюю пачку на машине. Она немножко была со склоном назад. И у меня лес постоянно выезжал. Я его вручную раза три туда заталкивал. Помню еще, Серега Петруха был. В паре мы шли с Петрухой вместе. У него тоже он постоянно выезжал. У меня и у него, короче, одновременно выезжает. А, у меня машина выезжала. У него прицеп выезжал. И вот мы вручную ломами развязываешься, начинаешь перекладывать там эти бревна. Ну, потому что много там. Уже по полтора, по два метра выезжает. На машине еще-то ладно, бог с ним. Она в заднюю минуту, ты его не потеряешь. Она у тебя в прицеп упрется. И все. Но тем самым ты можешь себе порвать обвязки. Бревно в бревно закусится на повороте. И обвязки тебе поотрывает. В общем, такая вот Петруха. Да. Ехали с Петрухой. Вот такая вот Петруха. Ладно, все, братцы. Топчем потихонечку 17 километров выходить. Километр я уже проехал. Осталось 16, да? Сосед чуть-чуть. Ну, до нормальной дороги вот. Вот этой дороги закончится. Сейчас включусь там, где вот эти подъемчики-то, я же говорил, да? Отсыпанные песочком. Ну, вот спереди вроде бы подъемчик. Я не помню, что-то я еду. Они вроде не так далеко и пуля. Что-то я еду, еду. Да, это он, вот он. Получается он, видите, следы, да? Здесь. Вот здесь. Вот сюда в рецеп ушел у кого-то. Нам бы передача, чтобы вытянула пятая пониженная. Не, не тянет. Друзья, на передачу скидывать. Пока рано скидывать. Рано, 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 рано. Так, скинул. Видите, еще неудобно, чем... Видите, как он засыпан пятая, не вытянула, на четвертую скинула. Неудобно тем, что на зевке, да? То есть переключение происходит долго. Ну, здесь что накопано. То есть тебе же нужно передачу вытащить, потом включить нижний ряд, да, дерну крючак на себя. А и потом включить передачу. Вот. Ну, я сейчас тянул до последнего, потому что ждал, пока ты песочка доеду, потому что я там поднимался по-скользкому. И если бы я скинул передачу раньше времени, скорее всего, я бы буксанул. Поэтому по оборотам прошла не очень большая просадка, то есть там вообще минуса, минуса, господи, до шести стана оборотов ушел. Вот. Но дотянул до песочки и на песочке уже переключился. Вот. А спереди у нас еще один подъем опять. Вот у нас опять пятая передача. Пятая повышенная в нашем случае. Давайте, давайте с шестой, наверное, вообще. Ходом его возьмем. Он более-менее нормальный. В разгончик. Вы видите, какой подъем пошел? И вот сейчас нужно пятую. Вот, 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 на тоненьке опять тоже все, все, пятая не тянет уже. Хотя я там ходом пошел, так нормально так ходом пошел. На шестой ее подразогнал. Там даже бугорок такой был, у меня я почувствовал, передние колеса от земли оторвались. Потому что задняя пачка у меня полная. И когда задняя телега машины попадает в яму, ну, в такую, в плавную такую яму, передок у машины начинает приподниматься. И до того, что колеса, ну, ты рулем чувствуешь просто, что у тебя колеса от земли оторвались. Ну, и что, вытянулся нормально. Просто меня пугали, там, когда я выезжал из города, тоже сказали, там, подъемы там какие-то, там, ну, дорога узкая, там, очень, там, такие опасные, страшные. Ну, ничего, я вон с телефона в руках, как бы, нормально поднимаюсь. Ну, что, едем дальше. Сейчас надо доехать до, вот, этой основной, которая до поворота, до широкой дороги, в общем. Осталось нам ехать 6, так, 5 километров осталось. 5 километров дотянем, и пойдем лес протягивать. Так, ну, что сказать, друзья, спуски были большие, длинные. Тормоза, я говорил, что на прицепе они слишком хорошо берут. Там новые колодки, проточные барабаны, и ослаблять там некуда, там все в натяжку. Ну, и на машине, в принципе, тоже немножко парит. Вот здесь не дымит, здесь только парит, а вот там вот прям дымит. Вот там спуски были, сейчас такие прям нормальные спуски, значит, по обвязкам. Обвязки у нас слабенькие, да? Смотрим, лес не пополз никуда. Все нормально. Да, дымок прям идет. Здесь, вот здесь вот лес, по-моему, чуть-чуть, ребят, пополз у нас назад. Да, однозначно. Видите, вот этого не было. Немножко выехало, чуть-чуть. Так, ладно, в общем, сейчас надо что тянуть. С этой стороны у нас то же самое. Там парит, тут дымит. Ладно, ребят, тянем лес. Все, спуски, спуски, подъемы закончились у нас. Больше их не будет. Выехали на дорогу. Да, выехали на дорогу. Дорога более-менее ровненькая. Все, сейчас газку дадим, и быстренько все у нас остудит, все это хозяйство. Ладно, протягиваем лес, газуем дальше. Опа! Готовность к номер 1. До Ускула мы уже, друзья, доехали. Время, когда 2 часа, наверное, ночи. Ну, там Ускула. И даже, да, смотрите на улицу. Минус 30, ребят. А выезжал было, что-то, минус 18, минус 19. Ну, вот такой перепад. Ускула всегда холоднее. Я не знаю, с чем она связана. Ускула всегда холоднее. В общем, 30-ку давит на улице. Я сейчас доеду до асфальта и лягу спать. Доброе утро, страна. Я такой немножко помятый. Ничего, поспал 4,5 часика. Сейчас вышел на улицу, братцы. Минус 30-ка. Что-то ноздри слипаются. Сапоги, подошва на сапогах стала пластмассовая. Такой сразу, мгновенно просто. Протянул еще лес. Младенький. Сейчас что мы сделаем? Сейчас, друзья, нам нужно попить чаек. Вообще, с утра полезно, когда встаешь, выбивать стакан воды. Целиком стакан, целый водички хлоп. Вода запускает обмен веществ в организме. Человек быстрее просыпается. Но воды, к сожалению, у меня с собой нет. У меня только лимонад. Поэтому мы купим чаек и стартанем. Доедем докуда-нибудь, сколько-то проедем. Надо будет покушать, потому что вчера я еще не кушал. Конечно, кушать не особо хочется, но чувствую, что надо. Ладенько, ребят, давайте на улице уже у нас вот так вот. Ну, еще даже сумерек нету. То есть прям темно-темно. Ну, фонари только, видите, светят. Время 7 утра. Лес протянул. Все нормально. Стекло, кстати, он замерзл, пока спал. Ну, ничего страшного. Ладенько. Ничего, нормально. Хороший, крепкий сон. Здорового человека на 4,5 часа. Что, поехали дальше. Ладно, братцы, я зашел в трактир. Попил кофеечку с бутербродами. Ребят, много светловка на ситраке. Спарку колес стер, ребят. Короче, прихватило у него спарку. И стер, получается, два колеса. Причем, говорит, стер нормально. Сейчас, подождите, я музыку убавлю. Стер, короче, два колеса. Говорит, да если бы, говорит, негаишники, нормально все было. Я, говорит, на ливью, говорит, остановился. Пока стоял в штраф и писал, у меня колесо прихватило. Так что, говорит, они виноваты. Ладно, не соня. Ладно, ребят, все, давайте. Я кофеечку глотнул. Кофеечек, получается, у меня был сегодня с бутербродиками. Нормально. Можно ехать дальше. Картки Росу уже подходим. Мост. Таре кавычек, да. На улице, как была, 30-ка. Подряхивая здесь немножко. Видите, задняя пачка у меня полная у машины. Пинается, долгается. Аичники навстречу едут. В общем, что? Что-то они тормозятся чем-то. Развернутся, что ли, какая-то. Значит, давай мигалки что-то включили. Негодяи. Они меня увидели и начали тормозить. Начали тормозить, включили мигалки. Возворачиваются со мной, блядь, что ли. У меня задний наверх не почищен. Ну что, подъезжаем к Эжи. Вот так вот еду, еду, да, на Монде. Короче, как это? Еду на Монде, я чуть не приехал в Магнит. На разъяске Чавью сейчас Магнит с Чавью вылетает. У меня главное, я прямо еду. Он пристраивается справа. Прямо передо мной вылетает в мою полосу. Начинает оттормаживаться. Включает левый поворотник, чтобы в обратную сторону уйти. Блин, еле оттормозился. Ну, конечно, да, я ему там пару слов-то сказал в рацию. Надеюсь, он был на 15-м канале. И вообще, надеюсь, что у него рация была включена. И если это так, то он о себе кое-что новенькое узнал. Вот, здесь, кстати, друзья, газовую заправку строят. Никак не достроят. Будет газовая заправка. Бочки, резервуары. Так, ладно, ребят, что, к Монде подъезжаем. Пойдем на отметочку зайдем. В документах печать поставим. Выгрузимся. Вот, смотрите, какие облака. Там Монде. Вот здесь кочегарит все ручек. Просто небо, видите, да? Все запянуто. Просто, просто это вот, ну, блин. Черт, ну, знает. Там вообще, наверное, на самом глубоке ни хера не видать. На улице мороз, поэтому все парит. Котельные все у них, наверное, в полном, на всех ста процентах херачит. Поэтому, как бы, столько много пара. Короче, ладно, братцы, проезжаю фотоскан сейчас. Ну, лес меряют лазером. Короче, я скажу, мне подошел подписчик, Саня. Тоже Саня зовут. Давно, говорит, хотел тебя увидеть, никак не мог. Студенцу говорит, привет. Я говорю, ладно, хорошо, студенцу привет. Ну, правда, я сейчас не там, но все равно студенцу привет. Постояли, пообщались. Приятный человек в общении. Сань, привет тебе. На ютубе передам. Так, ладно, ребят, встал на светофор. У меня, говорит, красненький. Ждем зеленый и заезжаем. Что нам, братцы? Все, я выгрузился, я пустой. Леса нету. В общем, все нормально. 54 куба. Плечо 300, почти 340 километров. Нормально, отлично. Все, ребят, я поехал еще за одним рейсом. Немножко в другое место. Но это будет совсем другая история. На улице немножко потеплело. 25 градусов. Но сейчас на Монде был, а там же возле речки, ветрище. Дикая просто, щеки думал, отморожу себя. Надо угрыбываться нормально. Ну что? Все как обычно, друзья. Всем, кто смотрел видеоролик до конца, всем огромное спасибо. Все, кто кушал, всем приятного аппетита. Я сейчас тоже заеду покушать. Всем до встречи. Всем пока. Всем пока. Всем пока.